МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные новости, о которых сегодня говорят. Мошенница из Соликамска, обманувшая более 100 человек, получила 6 лет. Сегодня Пермь посетил бизнес-омбудсмен России Борис Титов. О самом важном и интересном готовы рассказать и новости на ТНТ. В студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. А им все равно. Сегодня наш корреспондент обратил внимание на строительные работы с риском для жизни. На крыше пятиэтажного дома мужчина стоял на самом краю кровли без страховки. Мужчина принимал на крышу кровельные материалы, рулона рубероида, и опасно склонялся над самым краем. Наш корреспондент снял фото и видео халатного отношения к жизни и здоровью работников. Напомню, 19 мая при работе на крыше без страховки сорвался вниз сотрудник одной из управляющих компаний. Мужчина скончался на месте. Кстати, об управляющих компаниях. Многострадальные гостинки снова взяты под контроль. В Березняках появилась новая организация «Уралмонтажстрой», которая будет следить за городскими домами. Новая управляющая компания взяла под опеку гостинки, где и зимой, и летом коммунальное безобразие. Еще никому не удавалось навести там чистоту и порядок, потому что многие жильцы категорически отказываются платить за ЖКХ. Напомним, полгода назад горе гостинки обслуживала уральская жилищная компания, которая еще зимой этого года таинственно исчезла и бросила все подопечные дома на произвол судьбы. Новая организация «Уралмонтажстрой» расположилась пока в офисном здании на пятилетке 30А. Но по нашей информации управляющая компания скоро переедет на другой адрес. Сейчас пока в штате в Березняках числятся паспортист, бухгалтер и секретарь. В ближайшее время появятся и все остальные сотрудники. К другим темам. В Прикамье зафиксирован первый случай смерти от клещевого энцефалита. А накануне шестерых березняковцев госпитализировали с подозрением на инфекцию. С присасыванием клещей в Березняковские больницы обратилось уже 183 человека. За минувшую неделю в городе было зарегистрировано 48 случаев присасывания клещей. Из них у 9 детей. С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 6 человек. Все взрослые. Как сообщил заведующий санитарно-эпидемическим отделом Северного филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае Виталий Барламов, все территории детских загородных оздоровительных лагерей в Березняках прошли обработку против клещей. Напоминаем, пик клещевой активности еще не прошел. Постарайтесь реже ходить в лес, использовать защитную одежду, репелленты и осматривать себя и своих детей. А мы сегодня решили спросить у березняковцев, как они защищают себя от опасных насекомых. В лес, когда иду, да, брызгаюсь этим самым спреем специальным, продаю их в магазине. Я, честно говоря, никак. Не боитесь? Да нет. Брызгаюсь. А чем брызгаюсь? А специально, это клещей. Я не хожу просто в лесную зону и все. Говорю, пока временно. А потом? Ну, говорят, до середины июня они активные очень. А потом снижается активность. Ой, вы знаете, никак не трогают они меня. Хотя и дача есть. А почему? Ну, так я не знаю. Наверное, иммунитет хороший. Стараюсь быть повнимательней, осматривать себя, детей. Поменьше ходить по траве, по тропинкам всяким. Летом закон и порядок нарушаются чаще, утверждают полицейские. За распитие спиртных напитков в общественных местах стражи порядка штрафуют березняковцев каждый день, а протоколы составляются буквально пачками. Неподчинение закону карается штрафом от 500 до 1500 рублей. Деньги немаленькие. А за повторное нарушение сумма увеличивается в разы. Как отмечают стражи порядка, люди живут не по законам, а по своим желаниям. И совсем забывают о том, что за все приходится платить. Правонарушений, к сожалению, очень много допускают наши граждане. Несмотря на запрет. Еженедельно целые пачки рассматриваем протоколов о совершении. Это же все штрафы. Не стоит забывать и о своем внешнем виде. За грязную одежду, невнятную речь и неадекватное состояние также предусмотрена ответственность. Штраф от 500 до 1500 рублей или арест до 15 суток. Сейчас время для небольшой паузы. Реклама на ТНТ. Будьте с нами. Продолжу выпуск. Лето, каникулы и лагерь. Как же хочется в детство. Это общение, новые друзья, костры, палатки. Многие дети, кстати, уже заехали в оздоровительные центры. Открылась первая смена. Распахнул свои двери и детский оздоровительный лагерь «Уралкалия. Уральские самоцветы». Первой встретила нашу съемочную группу юная калищица Настя Разжигаева. Всем привет. Меня зовут Настя. Я живу во второй комнате. Пойдемте, я вам ее покажу. Здесь сплю я. Милая Настя встречает гостей. Устраивает нам экскурсию. Показывает комнату и свой сокровенный тайник, который привезла из дома. Моя любимая игрушка – это вот этот Мишка. У него еще есть платьишко вот такое. С плюшевыми друзьями Настя никогда не расстается. Это еще ее детство, с которым юная красавица пока не хочет прощаться. Между делом Настасья рассказывает нам, как живет ее отряд. Показывает игровую и не забывает про свой любимый столик с гуашью. И намекает нам на то, что ей пора в актовый зал. Прямо сейчас у нее ответственная миссия – представлять свой отряд. Ведь Настя – капитан команды. Танцевать до рассвета этим деткам пока никто не позволит. Но вот на сцене под присмотром воспитателей, конечно, можно, даже нужно. Стремление и инициатива в этом лагере только приветствуются. С момента заезда дети уже успели подружиться со своими воспитателями. Директор лагеря призналась, что сама хочет вернуться в детство. Конечно же, вернуться туда, где мы тоже были еще. Уютно, комфортно, по-домашнему, где действительно не так, как было раньше, где мы ходили еще строим. Здесь больше свободы, больше игр, больше креатива, больше возможностей себя проявить, конечно, было сейчас намного больше. Отдыхают и оздоравливаются дети сотрудников группы «Уралкали» практически за средства компании. Родители оплачивают не более 10% от стоимости путевки. Три недели веселья, положительных эмоций и незабываемых впечатлений. Уральским самоцветам уже больше 30 лет. Только представьте, воспитатели этого лагеря вырастили не одно поколение. И в этом году в первую смену сюда заехали около 300 ребятишек. Девчонки, мальчишки, большие и маленькие. И у каждого из них свои запросы, свои нравы и свой характер. Лагерь – это, во-первых, веселье, во-вторых, отдых, учеба. Все здесь отдыхают, веселятся постоянно, чем-то занимаются, это активность. А наш капитан команды Настя настолько увлечена сценой и выступлениями других ребят, что, наверное, и позабыла про свои игрушки. Екатерина Федорова, Степан Некрасов. Новости на Тенте. Строгановская сказка. За долгую зиму уже все соскучились по походам с палатками, речным прогулкам и праздникам под открытым небом. В следующие выходные у вас есть шанс все это совместить. В Уссулии пройдут сразу два фестиваля – Строгановская регата и Ермакова-Братина. Сегодня наша съемочная группа рванула на правый берег, чтобы осмотреть фронт развлечений. Уже в следующие выходные на этом пирсе не останется свободного места от желающих посмотреть на Строгановскую регату. Красивейшее зрелище. На водной глади будут пестреть десятки ярких парусов. В этом году участие в Строгановской регате примут совсем молодые спортсмены пермских парусных школ. Парни и девушки 11-15 лет. Небольшие парусные шведборты продемонстрируют эффектную спортивную борьбу. Если вы предпочитаете действовать и не наблюдать, становитесь капитаном своей семейной команды и участвуете в малой регате-гонках на катамаранах. Принимаются команды до пяти человек. Соревнование пройдет 11 июня в 12 часов на протоке третьего моста. Главное не забыть с собой кошелек, ведь в саду Господского дома будут продаваться сувениры и выпечка, а у дома Брагина будут работать детские аттракционы. Весь день на Строгановской регате будет звучать яркими аккордами шоу-площадка. Вечером там же пройдет концерт бардовской песни. А вы знали, что где-то на территории Усольского острова запрятан казачий клад? Правда, вот мне сказали, что лопатку я взяла с собой зря, потому что путь к сокровищам Ермака укажет его дружина 12 июня в воскресенье. В этот день Усольев впервые примет у себя фестиваль казачьей культуры Ермакова-Братина. Мы очень рады, что именно сейчас в это тяжелое для России время возрождаются казачьи традиции. Россия всегда считалась породительницей казачества. И казаки всегда в трудные времена стояли плечом к плечу со всем российским народом. На главной сцене фестиваля выступят ансамбли казаков при Камье и Урала. Площадка «Гуляй, город» соберет всех желающих научиться особенностям рукопашного боя. Даже малыши будут вовлечены в казачьи забавы. Степ, что стоишь-снимаешь? Помоги уже! Держись, казак, атоманом будешь! На самом деле умение собирать палатку всем пригодится. Впервые на территории старого Усолья будет развернут палаточный лагерь. Начнет он свою работу 10 июня в 15 часов. Но свернут палатки утром 13 июня. Аренда места под свою палатку 300 рублей. Аренда места под автомобиль всего 100 рублей. Организаторы напоминают народу. На праздники ожидается, как всегда, много. На дамбе будет не протолкнуться. Проезд у старого города ограничат. Чтобы не портить себе праздник, не мозолить ноги, не терять настроение в очередях, администрация Усолья советует приобретать путевки выходного дня за 1200 рублей. Путевка позволит вам езжать в старый город на автобусах в составе организованных туристических групп. Также с путевкой можно будет посетить музей и мастер-классы без очереди. В стоимость включен и полноценный обед в уютном ресторане. А самое интересное, в составе организованной группы на регату вы будете смотреть не с пирса, как все, а с водного судна. Эх, красота! Путевки выходного дня можно приобрести, позвонив по номерам, которые вы сейчас видите на экране. А уже готовятся к интересным выходным. Евгения Кокшерова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Удивительная акция. В эти дни по всей России дети водят хороводы. Встали в круг и березняковские школьники. Екатерине Федоровой ребята рассказали, что для них значит настоящая дружба. Друзья – это те, которые тебя не бросят в беде. И они, ну, они всегда придут на помощь. А твои друзья тебе приходили на помощь? Да. А как? Ну, когда мне не хватило на проезд. Они помогли, да? Да. Друзья – это те, кто тебе помогает, с кем ты дружишь, кто тебе близкий и с кем ты можешь поговорить о чем-нибудь. Скажи, пожалуйста, а у тебя есть друзья? Есть. Как их зовут? Альбина, Алиса, Алина. Дружба нужна, чтобы не было скучно. Если ты ни с кем дружить не будешь, то потом не с кем будет поговорить, обсудить. Держат друг друга за коленочки, аккуратно касаются носиков и в любую минуту подадут руку помощи. Потому что все дети знают – настоящий друг никогда не бросит. Дружный хоровод объединил практически всю Россию. В акции принимают участие больше 50 городов нашей большой необъятной страны. Как же здорово! Березники тоже не остались в стороне. Наверное, больше сотни ребятишек держатся за руки и танцуют. Веселый хоровод. Всероссийская акция прошла при поддержке проекта «Тетрадка дружбы». Ребята получили массу впечатлений и нашли себе новых друзей. Екатерина Федорова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды, а я прощаюсь. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и только хороших новостей. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok